Неожиданная находка Достаточно свежий аппарат Буквально 2-3 недели Asus Zenfone Life L1 Это G552KL Аналогичная модель ZA550KL Все то же самое будет Как на нем попасть в рекавери Чтобы сделать hard reset Для этого Галдят я извиняюсь Сжимаете плюс и питание Держим две клавиши Экран загорится Питание бросите А плюс продолжит держать Держим долго Пока не появится А нет Это у нас фазбудмод Не пойдет Минусы питания зажимаем На 7-10 секунд Чтобы у нас перезагрузился И после перезагрузки Минус не отпускаем А в вашем случае Просто минусы питания На 5 секунд буквально Экран загорелся Питание бросите А минус продолжит держать Держите долго Пока не появится Что-то похожее на рекавери С фазбудмодом я промахнулся К сожалению Вообще этот аппарат начал включаться Сейчас мы его полностью выключим Заново включим И заново пойдем в рекавери через минус питания Может передагрузку что-то не так Вообще у нас он с FRP блокировкой Но это будет скорее всего отдельный ролик Попробуем снять Скорее всего, не знаю как пойдет Аппарат достаточно свежий В программаторах, мне кажется, что у меня его еще нет Надо посмотреть Octopus FRP Tool, кажется, в нем было Но это не точно Будешь включаться? Нет Так, я его вырублю С выключенным состоянием Надо все делать Выключаете, подождете пару-тройку секунд Чтобы он полностью выключился После этого можно действовать ФРП блокировка, это когда в рекавери Куда мы сейчас стремимся попасть Без выхода из учетной записи Google Сделали заброс настроек Всегда нужно выходить из учетной записи Google И только потом сбрасывать, либо прошивать Минус и питание Держим две клавиши, экран загорится Питание бросит, а минус продолжит держать Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери Чуть не хочет у нас в рекавери включать А плюсы питания у нас почему-то фазбуд включил Какая версия Android у нас? 8.1.0 версия Android Вот мы попали, короче Выбираем строчку VipDateFactoryReset Нажимаем питание Выбираем Да, он у нас начинает делать сбросы После этого он перекинет вас в предыдущее меню А после этого выбираете ребут системного, чтобы он у вас перезагрузился Ну ладно, будем сейчас с ФРП-блокировкой разбираться Не знаю, насколько у нас все это дело получится Вот если нет, то он же у нас на кулакоме, по-моему Попробуем CM2 снять на нем блокировку Если нет, то достанем Octopus У Octopus, так уж и быть Я проплачу дополнительную активацию ФРП-тул Я ее редко пользуюсь Но если она там есть в поддержке То почему бы и нет Почему бы не займеть Там около 50 долларов она стоит Возможно, он и потом пригодится Вот, в принципе, и все О рекавери Что нужно знать Сброс настройки Удалить все ваши данные Аппарат должен быть заряжен И если сброс настройки Помогает То на официальном сайте лежит для него прошивка Все А по ФРП будем решать Будет что снять Сниму, нет Ну, значит, на этом все Все самое интересное, важное и полезное С моего канала в полисте полезное Попасть может в главную страницу канала Вы вступайте Тихо В нашу группу ВКонтакте Ставьте лайк под видео И подписывайтесь на канал